Проблема автомобильного общественного транспорта в Ульянске, пожалуй, одна из самых острых. Особенно, когда это касается транспорта муниципального. Ульянску по ТП-1 уже не первый год сложно составлять конкуренцию частным автоперевозчикам. По городским маршрутам его автобусы ходят исключительно с часа и пик. И лишь пригороды не ходят весь день, правда с весьма большими интервалами. Причина здесь довольно проста. Нехватка подвижного состава. Из 140 автобусов предприятия больше половины на данный момент требуют или списания, или капитального ремонта. Однако уже этим летом ситуация должна кардинально измениться. План поздравления по ТП-1 руководство областного Минпромтранса озвучил на недавнем совещании с участием губернатора Сергея Морозова. План этот довольно прост. В июле-августе 2019 года муниципальный перевозчик получит 50 новых автобусов средней вместимости. А в начале 2020-го предполагается закупить еще 25 машин. Чтобы эти закупки не ударили по бюджету, ведь каждый из автобусов стоит не менее 3 миллионов рублей, приобретать их будут в лизинг. Новый транспорт в первую очередь будет обслуживать городские маршруты. Не исключено, что именно этим автобусам предстоит первыми опробовать на себе новую транспортную схему, которую также обсуждали на совещании. От ее внедрения в областном Минпромтрансе не отказывается. Однако водиться она будет не так жестко, как об этом говорилось ранее. Как минимум, речи о сокращении дублирующих маршрутов уже не идет. Сейчас мы не ставим цели сократить количество маршрутов. Мы понимаем, что это в любом случае доставит неудобства для наших с вами жителей. Отмена того или иного маршрута, она всегда воспринимается болезнью. Сегодня мы говорим о том, что сначала надо сформировать костяково-магистральные маршруты, а в дальнейшем уже плавно работать по так называемым подвозящим маршрутам. И эту работу мы уже планируем выполнить в течение двух лет, чтобы она прошла максимально безболезненно для жителей. Первыми из этого костяка должны стать маршруты, которые соединят новые микрорайоны Ульянска с центром города и градообразующими предприятиями. Причем планируется, что ходить по ним будут автобусы как минимум средней местимости. Поэтому если коммерческие перевозчики решат направить по ним свои автобусы, им нужно будет подстраиваться под предъявленные требования. Игорь Улитин, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ.